Когда я была маленькая, то я не совсем понимала роль дирижера в оркестре. Для меня это был человек, который выходил на сцену, махал палочкой, потом собирал все овации, цветы и удалялся. Сейчас, конечно, я подросла и понимаю, что роль дирижера гораздо более глубже, именно от него зависит, как будет исполнено произведение. И сегодня нам необычайно повезло, дорогие мои друзья, у нас в гостях. Дирижер из Петербурга, музыкант, лауреат всероссийских и международных конкурсов, который стал художественным руководителем симфонического оркестра Сургутской филармонии буквально с 1 марта, если я не ошибаюсь, Михаил Леонтьев. Здравствуйте, Михаил. Очень рада вас видеть у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы стали дирижером, обладателем такой редкой профессии на сегодня? Ну, для обывателя, наверное, редкой, а вообще дирижеров очень много. Профессия очень популярна среди музыкантов. И получить эту профессию достаточно трудный путь, долгий. И, знаете, есть такая очень избитая фраза, что дирижером становится во второй только половине жизни, потому что нужно набрать опыт руководящий какой-то. Ну, я закончил хоровое училище в Петербурге при капелле. Кстати, филиал здесь в Сургуте какое-то время был. Потом закончил консерваторию как хоровой дирижер, потом как симфонический дирижер. Ну и постепенно получил какие-то лауреатства и работал в разных городах. Вот так жизнь потихоньку идет, набираешься опыта. И, как сказать, ну мы набираемся опыта не только... Музыканты нас тоже учат чему-то. Ну это, конечно. Но вы так скромно о себе сейчас рассказываете. Я читала вашу биографию. У вас за плечами столько конкурсов выдающихся, в которых вы, можно сказать, победили, да? Вышли первым. Но вот все-таки дирижер – это управленец, если можно так сказать. Есть ли какие-то секреты управления целым оркестром? Вы знаете, прежде всего, я думаю, что секретов особенных каких-то нет. Прежде всего, это человеческие отношения. Прежде всего. Потому что немножечко ты знакомишься с людьми. Ты должен понимать, что у каждого человека, в общем, свои проблемы. Конечно, люди... Ты людей должен, не знаю, как-то хитростью или лаской, но увлечь. Самая главная задача дирижера – не делать их работу невыносимой. Понимаете? Чтобы они с удовольствием... А, наверное, такие дирижеры-то тоже есть, да? Я думаю, что есть, к сожалению. Но вот надо стараться уходить от каких-то штампов и все время увлекать за собой музыкантов, чтобы, знаете, они не думали, что они приходят на работу. Они не на работу приходят. Это самое важное. Они играют музыку и делают это и для себя, и для публики. Вот задача дирижера – это все-таки общение с людьми и умение находить контакт. Михаила, вы уже нашли контакт с нашим оркестром? Я нашел контакт. У меня уже в октябре был концерт, когда мы с Данилом Крамером здесь выступали. Коллектив молодой, артистичный, фотогеничный. С ними очень приятно общаться. И я надо сказать, что уже на четверть, на 25% вот этот, скажем, вот этот мы уже период можем пройти. Потому что я вижу, что у них желание, желание… Они не ходят на работу, да? Кто-то, наверное, ходит. Я еще так досконально каждого не знаю. Но моя задача, моя задача как художественного руководителя – сделать так, чтобы этого не было, чтобы они увлекались. Вот. Ну, конечно, есть такие факторы, как, естественно, заработная плата, проблемы. Это мы все понимаем, мы тоже это стараемся решать. Ну, мы творческие люди, это уже такие частности. Ну, ладно. Ну, это частности, мы же все люди, нам надо жить. Поэтому это тоже, к сожалению, входит в обязанности дирижера стараться, убеждать администрацию. Ну, управление во всем, действительно, да. Расскажите о ближайших концертах, которые будут. Ну, мой первый концерт уже в должности художественного руководителя состоится 28 апреля. И я пригласил чудом совершенно у этого человека, оказался свободный день, лауреат конкурса Чайковского, обладатель гран-при конкурса Чайковского Дмитрий Маслеев, пианист, который исполнит третий концерт Рахманинова. Но это будет в Пасху, 28 апреля Пасха. Поэтому мы назовем этот концерт праздничный пасхальный концерт. И частью этого концерта будет исполнение пасхальных концертов Дмитрия Бортнянского для хора, капелла Светилин и симфонического оркестра. И увертюра Римского-Корсакова, пасхальная увертюра «Светлый праздник». Вот это такой праздничный пасхальный концерт. Еще Дима Маслеев, обладатель гран-при. Но мне бы сейчас хотелось не только про 28-е сказать, а особенно про 17 марта. Потому что я бы назвал это центральным концертом вообще всего сезона симфонического оркестра. Это наш концерт 17 марта, который дирижировать будет Станислав Адуардович Дятлов. Это концерт из музыки Рахманинова и Танеева. Тоже будет принимать участие капелла Светилин. Потрясающая музыка. Вторая симфония Рахманинова. Танеев и Андамаскин. Ну, прекраснее ничего вообще. 17 марта, следующее воскресенье. 17 марта, воскресенье в 5 часов вечера. Всех приглашают, конечно. Я просто настоятельно рекомендую жителям Сургута, гостям, и может быть даже кто-то из других городов приедет, близлежащих, обязательно посетить этот концерт. Но это редчайший случай, чтобы в Сургуте была исполнена вторая симфония Рахманинова и кантата Танеева и Андамаскина. Ну, вот, к сожалению, наше время уже подошло к концу, но я буду вам очень признательна. Если вы вот буквально в двух словах поздравите жительниц нашего города в преддверии праздника. С удовольствием. Вот сюда. Дорогие женщины, дорогие девушки, от всего сердца поздравляю вас с праздником 8 марта. Хочу пожелать любви, и чтобы вы всегда чувствовали себя незаменимыми во всем и всегда. Спасибо большое. Ну и как подарок прямо сейчас фрагмент выступления Сургутского симфонического оркестра дирижер Михаил Леонтьев, солист Даниил Крамер. Сургутского симфонического оркестра Сургутского симфонического оркестра Сургутского симфонического оркестра Сур Orкестра Сургутского